Такие длинные коридоры, как дороги, парки, сады. Они тут вообще работают или только отдыхают? Хорошо, отправьте мне это по почте, я посмотрю. Дочь моя! Вы это мне? Кто ты? Какая у тебя семья? Чем занимаешься? Как дела? Кто вы? Я мама Азана Карфалы. Правда? Можешь называть директор Ханым, а можешь просто мама Зюмрют. Как больше нравится. Не стесняйся. Давайте я вас поцелую, рада видеть. Так кто ты? Я Чигла Элмаз, партнер компании Миллениум Софт. Так ты Чигла, как я рада. Я бы пришла раньше, если бы знала. Дай взгляну, если я еще не опоздала. О чем вы? Я имею в виду... Пойдем, поговорим немного. Да, конечно. Иди вперед. Аллах, что это за девушка? Проходите. Мы воспитывали его, как пашу. Так ваша история начинается еще в Османской империи? Дворец. Наша семья жила во дворце императора в Стамбуле. Мы на самом деле из Стамбула, в отличие от остальных. Сейчас осталось не так много коренных жителей. Зюмрют, Ханым. Вот ваш кофе. Только он немного остыл. Офис такой большой, я заблудилась и перепутала кабинеты. Поставь сюда. Спасибо, Исра, не стоило. Ты могла сказать работникам на кухне, и они бы его приготовили. Мне не сложно, Чигла Ханым, я и сама могу. У тебя такое доброе сердце. Если бы у кого-то была такая невестка, как ты, это был бы самый счастливый человек. А то есть такие девушки, ты знаешь, совсем невоспитанные, совсем недобрые, даже злые. И так бывает. Поверь мне. Это правда. Чигла Ханым правда. А еще бывают свекрови, такие злые, настолько, что даже рвут фотографии мужа и жены. Представляете, вот так. Берут и режут. Вот как бывает. Ни за что. Я не верю, что есть люди, которые могут делать такие ужасные вещи. Нет, конечно, такие люди существуют. Бывают люди настолько неприятные, что буквально невозможно с ними разговаривать. Тем, кто так себя ведет, должно быть стыдно. Мы должны посмотреть на это с другой стороны, да? Если бы у тебя была такая свекровь, ты бы так себя вела? Если человек так поступил раз, поступит и еще. Нет. Да. Сынок. Вы чего здесь? Чего мы здесь? Сидим, болтаем с чиглой. Так, она мне нравится. И вы мне очень нравитесь. Такая приятная, статная девушка. В отличие от всех этих грубиянок, знает, как себя вести, как подать себя. Моя дорогая. Очень хорошо. Здорово. Как я рад, что вы нашли общий язык. Вот это подарок. Наслаждайтесь. Не буду мешать вашей беседе. Она плюнула в чашку. Мама, мне сейчас нужно отъехать по делам. Я тебя захвачу. Как скажешь, сынок. Дай мне минуту, я попрощаюсь с чиглой ханым и приду. Это все? Да, сынок, это все. Да, хорошо, я тебя подожду. Хорошо, дорогой. До встречи. Как я рада, что познакомилась с вами. Даже так. Моя дорогая, ты очень мила, но этого мало. Ты должна прийти сегодня к нам на ужин. Поняла меня? Я тебя приглашаю. Ужин сегодня? Я бы не хотела вас беспокоить. Да какие беспокойства. Просто ужин, ничего такого. Я за пять минут двенадцать блюд готовлю. Скажу Азану, и мы прекрасно поужинаем все вместе. И сможем познакомиться получше. Хорошо, тогда я с удовольствием к вам приду. Я буду ждать. И не перекусывай нигде. Хорошо. Как же ты красива, что даже солнце обзавидуется твоему сиянию. Увидимся вечером. До встречи. Я вернусь, как все закончу. Оставь бумаги на моем столе. Да, Азанбей. Сынок. Мама. Сынок, не хочешь присоединиться к нам за ужином? Что за ужин такой, мама? Мы так давно не собирались всей семьей за столом. Давай, не огорчай маму. Мама. Ну, сынок, прошу. Хорошо, я приеду. Дело в шляпе. Что? Ну, я имею в виду, закончишь с делами и приезжай. Хорошо? Ладно. Все, поехали. Поехали. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!